Друзья, добрый вечер. Это радио Донбасс Реали и мы в прямом эфире. Это час с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 27 февраля. Сегодня говорим вот о чем. Американский институт изучения войны в своем вчерашнем отчете сообщил, что армия России вернула себе инициативу на всем театре военных действий в Украине и, вероятно, сможет определять время, место и масштаб будущих наступательных операций. По мнению аналитиков, эта ситуация продолжится, если Украина продолжит вести активную оборону вдоль селений и фронта в этом году. Это позволит армии агрессора маневрировать концентрацией резервов и определять, как и куда распределять ресурсы, вынуждая Украину к дальнейшей обороне. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 96 боестолкновениях по всей линии фронта, больше всего на Авдеевском, Маринском и Купенском участках. Проект же Дипстейт сообщил о том, что Россия оккупировала еще два села на запад от Авдеевки, Степное и Северное. Также продвинулась у Орливки, Бердыча и Таненькова. Накануне спикер ОСУ в Тавре Дмитрий Лиховей в эфире телемарафона сообщил, что россияне штурмуют Орливку с трех сторон. В студии поговорим сегодня о том, чем чревато для Украины потеря стратегической инициативы по всей линии фронта. О каком оперативном просторе, как о цели штурмов России западной Авдеевки сообщил Дипстейт. Какой худший сценарий боевых действий в 2024 году для Украины, если Конгресс США не одобрит военную помощь. Также мы послушаем мысли украинских военных о том, как сейчас чувствует себя украинская армия в обороне и узнаем, что происходит с российскими военнопленными, когда они возвращаются в Россию по обмену. С нами сегодня будут фронтовый корреспондент Донбасс Реалий Роман Погулич, военно-аналитик Украинского института будущего Иван Ступак и эксперт-международник, преподаватель Киевской школы экономики Надежда Коваль. Обсудим с Надеждой результаты неформального саммита в Париже, который созвал президент Франции Макрон. Там прозвучали даже такие относительно сенсационные заявления. Макрон заявил о том, что обсуждали союзники возможность переброски в Украину военнослужащих стран Европейского Союза. Потом многие столицы опровергли такую идею, но сам факт того, что это прозвучал достаточно интересен и показательно. Друзья, напомню, вы участники нашего эфира, можете писать в наши Viber и Telegram, плюс 38 095 151 95 05. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски и выпуски проектов наших коллег. Если хотите сказать нам спасибо, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте. Бахмут. Здесь продолжаются атаки на Ивановское к западу и Клещеевку к югу от города. Дипстейт констатирует частичный успех РФ по линии Богдановка-Ивановское. Авиаудары Часофьяр, Предтечино, Торецк, Нью-Йорк, Переездное по направлению к Северскому. Западный край Донецка. Под атаками Бердичи, Орливка, Первомайская, Северная и Невельская. Дипстейт говорит о захвате агрессором Северного и Степового, при котором он понес большие потери от украинской артиллерии. Ситуация на запад от Авдеевки продолжает быть сложной. В зоне риска Орливка и Тоненькая. На Маринском участке россияне беспрерывно штурмуют Новомихайловку, Красногоровку, Победу и Георгиевку. Дипстейт констатирует, что Россия усилила давление на Красногоровку и атакует ее с юга и востока. Силы обороны снова дали отпор оккупантам к победе. Авиаудары. Очеретина, Новоселовка-1, Семеновка, Уманская, Нитайлова, Первомайская, Новомихайловка, Константиновка. Лиман, Кременная, Купинск. Вдоль этого фронта российские войска атаковали Синьковку, Табаевку, Ивановку и Терны. Всего было 28 штурмов украинских позиций за сутки. Авиаудары. Синьковка и Терны. На юге Донецкой области противник, по данным Генштаба, не наступал. Авиаудары. Урожайные и Старомайорские. Украинские военные показали, как выглядят вблизи фрагменты ФАБа с модулем планирования. Планирующие бомбы Российская Федерация особенно активно использовала последние дни захвата Авдеевки. В сутки по 60-100 штук, об этом говорят наши фронтовые корреспонденты. Ну и, как видим, из-за сводки с фронта, она в авдеевском направлении по-прежнему носится очень много авиационных ударов каждые сутки. Вот средняя часть этой авиабомбы и ее крылья. Это какая-то очень страшная штука. Потом я криво до нее. Криво, да, покриво. Воздушные силы сообщили, что украинским военным сегодня удалось сбить еще два российских Су-34 истребителя-бомбардировщика, оба на Восточном фронте. Во время вот этих усиленных бомбардировок украинских позиций ФАБами Россия стала чаще терять самолеты. За последние дни обороны Авдеевки агрессор потерял сразу пять бортов. А 23 февраля, напомню, вооруженные силы Украины поразили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. А государственная погранслужба Украины показала, как ее мобильные огневые группы работают по шахедам на юге. Напомню, что украинская система ПВО сейчас усилена выездными подразделениями. Они есть не только в воздушных силах, но и в сухопутных, ТРО и у пограничников. Группы работают стрелковым оружием, зенитной артиллерией ПЗРК, чтобы не тратить на шахеды дорогие ракеты. Мы оставим в описании к этому видео интересный сюжет военных журналистов о мобильных группах Госпогранслужбы. Это полная версия того, что вы сейчас увидите. Это полная версия. Ну, было очень быстро, секунд 10, когда он прилетал. Уже с последних патронов ты такие достреливаешь, развертаешься, и за спиной такие грибы, там, в радиосимметрии 50 в огне. Все такие, шахед сбитый. И все там, ура! Как сейчас себя чувствуют украинские военные, когда армия в основном перешла в оборону? Насколько трудная сейчас ситуация, по мнению защитников Украины? Мой коллега Роман Погулич накануне 24 февраля проехал большой участок фронта. Побывал у операторов дронов, десантников и медиков под Бахмутом, Маренкоем и Купенском. Под россиянами никогда не были и не хочется, говорит в сюжете один из бойцов. Давайте посмотрим, что сейчас происходит на фронте, какие настроения украинских военных, а потом обсудим все это с Романом в студии. С высоты нескольких сотен метров землю слегка накрывает дымка. Ростиславу приходится сосредоточенно всматриваться в картинку на мониторе. Погода еще и необычная, как для середины февраля. От снега нет и следа, а вот отметин после боев за два года полномасштабной войны тут накопилось. Беспилотник военных кружит над селом Зайцево. До 2022-го оно было целым и его контролировала Украина. Сейчас среди руины здесь остаются разве что российские военные. Я думаю, подвалы есть. В подвалах и живут. Для корректировки борт уходит на смену батареи. На посадке его встречает Владислав. Он на войне год и три месяца. Хотел пойти сразу после ее начала, но морально готовил к этому решению родителей. Говорил, что я постоянно пойду, мне не верили и так далее. Переживали, нервничали, успокаивал. Но я сказал, что в любом случае пойду воевать. Так вот все и произошло. Пошел уже в военкомат, вернулся. Говорю, я уже был. Она улыбается. Я так уже понял обо твоей улыбке. А Ростислав здесь за наставника. У него опыта существенно больше. Уже четыре года в армии и все это время летает на фурии, в украинском беспилотнике. В общем, воевал всегда на Донецком направлении. Ну, мы не... Ну, так выходит, что всегда всегда тут. Я просто знаю, что бригада была и на Сумщине, и в Харьковске. А, все, да. Я... Это в начале полномасштабно. Да, были на этом. На Сумщине, на Харьковске. Вот там. А так, взагалі, завжди тут. Спустя два года после полномасштабного вторжения Василий уже командир батальона. Почему он там працювал и кричал? Рубар подбив в Беху на Верхотроевском. А наши залетели там, где два м***я были прямо туда. Выкушивали. Минус два, короче, у них. На премьере службы офицера Василия можно проследить масштаб войны. Одним и тем же людям приходится воевать на максимально широком фронте. Он сам говорит, что побывал уже везде. В горячих точках Луганска и Донецкой областей, где приходилось обороняться, а также участвовал в наступлении на юге, в Херсонской области. 33 километра, мы перерывали, сколько это вот так. Ну, прорвать в такие объемы, мы думали, что это нереально. Но у нас вышло. В первый день, когда мы наступали на прямую Сукоревку, я не думал, что так все успешно и действительно выйдет. Мы действительно прорвали переднюю линию, противник просто убег. Ну, тогда действительно, грамотно было сплановано. В наступе, как говорят, ты свою музыку сам кладешь. Вот, как ты видишь этот наступ, так ты и делаешь. А в обороне ты просто змушен терпеть. Из медевака осторожно выкатывают раненого. Он тяжелый. Один из встречающих медиков реагирует эмоционально. Оторванная конечность в пакете. Все внимание медиков исключительно на пациенте. Он стонет от боли. Врачи отправляются работать за закрытыми дверьми. К вечеру привозят сразу нескольких раненых военных. Ушибы, контузии, легкие ранения и подозрения на обморожение. Всех надо детально осмотреть. Команда медиков отточенными движениями работает с каждым из них. Хотя врачи здесь спят мало. В армии есть такая особенность. У нас нет выходных, у нас нет закончения рабочего дня. Мы работаем постоянно. Даже если сейчас выйдет другая смена, если будет массовая поступка, мы с теми работаем. Найважчим физически и в плане профессионально это был день в Бахмуте в травм году, когда у нас за один день на двоих людей было 32 ранених. Из них достаточно много тяжело раненых. Это было в подвале в Бахмуте на улице Ювилейна. Это был очень тяжкий день, долгий день. Можливо, он даже тревогал больше, чем один день. Я не знаю, не помню. Богдан с тревогой смотрит на свою руку. Турникет на ней уже больше четырех часов, а это риск. Но сегодня все обошлось. Дивись, сейчас будет теплый окончик. Может, будет просто горло, шея. Другая клетка, желез. Я стоял в окопе. Обязательно было протередреновую пушку выставить, чтобы она даже проснулась, чтобы не побили хлопчик. Вошел, выставил эту пушку, не встиг гугнутися. Рука была за окопом. Прилетел 120-й миномет. И такая травма. Вот уже два года, находясь в зоне боевых действий, 26-летний командир батальона признает, когда все начиналось, всех этих мониторов и технологий на поле боя не было. Но снова и снова говорит, прежде всего, о людях. Я исключаю за теми людьми, которые были, действительно. Тут уже нема. Да, тут есть своя семья, тут есть свой коллектив, но безусловно, это трое. Именно самособовый склад уже не тот просто. Скучаю за теми дними, когда была моя такая семья. Это безусловно 15-й батальон. Это история просто для меня, которая всегда остается в сердце. Действительно, первые дни война забрала наиболее. Те, которые могли бы сейчас безусловно великий вклад внести в государство. И так есть, кому нас это. Но безусловно это действительно было наиболее. Планували мы. И за счет того, что мы планували, потому что мы видели всю ситуацию, безусловно, мы там, воно набагато краще и эффективнее выполнилось. Вы помните все эти точки на картах, где вы побывали за этот год? До повномасштабки так, помню. Сейчас очень много новых и ярких событий. И с памятью очень большие проблемы. Я уже не помню даже имена людей. Декого даже в обличии не помню. Иногда места, я вспоминаю, когда проезжаю где-то полз, и вспоминаю, что я тут была, но не помню, когда и что делала. Поэтому, на жаль, на жаль, нет. Рома Погулевич рядом с моей студией. Привет, Рома. Рома, ну первое, о чем хочется спросить, после того, как посмотрели мы твои съемки с фронта, это о психологическом состоянии украинских военных. Даже через экран видно, как люди устали. Ну вот сейчас военнослужащая говорила, что проблемы с памятью уже не помнят название населенных пунктов. Имена, твои впечатления, какое физическое, моральное состояние украинских бойцов на фронте? Конечно, все измучены, и это не зависит от профессии или функции, которую люди выполняют. Конечно, есть разница между людьми, которые сидят в штабе, которые воюют в посадках. Но тем не менее, когда люди сидят в штабе, и это очень жвавый напрямок, где постоянные штурмы, там тоже люди не сплять, по факту. Потому что штурм может начаться и триваться день, полтора добра. То есть это очень долго. А взагалом все люди отвечают, что мы то мучены, но пехота, и все отправляют до тех людей, которые пребывают безусловно в окопах, и там же сну нет, и сидят там по несколько дней, заезд, выезд по темноті, и там воду взял, а ежи не взял, потому что нужно больше боекомплекту. То есть всегда все себя сравнивают с теми людьми, которые пребывают на противе. Ну а легче не стае, потому что, на самом деле, люди воюют, воюют без перепочину, и это же не изменится. То есть есть законопроект по мобилизации, но он же не ухвален, то есть новых людей нет. Какое-то пополнение пребывает, но, наверное, не в тех области, которые бы позволили набрать именно этот законопроект, который сейчас пребывает в парламенте. Ну а как реагирует сейчас на вот это вот рассмотрение его в парламенте, или не обсуждают этого украинские бойцы, ну потому что затянулась, да, эта процедура? Ну а что может сказать бойцы или командир? Конечно, что им нужны люди. Вот те самые хирурги, которые не спят. Конечно, им бы подмину, даже не замену, а просто люди, которые могли бы дать возможность отчасти. То есть самое касается любых специальностей. Потому что люди те самые. Деякие из них, которыми они проводятся, изменяют свою специализацию. Дуже много людей, которые раньше были кем-то другим, стали оператором дронов. Не потому, что это безопасно, потому что за операторами дронов сейчас полюют. Просто потому, что запад величезный, и обознанность на поле боя, оно очень важливо. Поэтому законопроект, ну, знают, что он есть, но говорят о том, что люди нужны прямо сейчас. И это же начало говорить не тогда, когда законопроект появился, или его обоговорение в публичном просторе выникло. А еще там месяцы, то больше піврока, возможно, даже больше. Потому что, снова таки, больше двух лет войны. И запас местности у людей, он несконченный. Я так понимаю, в этом и одно из преимуществ армии России, потому что там регулярные ротации. Это им позволяет постоянно давить и проводить эти штурмы. А с украинской стороны это принимают одни и те же люди. Так оно и есть. И, на самом деле, не в всех бригадах, но в деяких кажут, что на нашем направлении стоят бригади по три месяца. Эти бригади заходят, они начинают штурмовать. Под кинуть своей ротации они уже не настолько активны, потому что вычерпали оцей ресурс штурмовиков, которые могут пойти, но какие-то там более такие млявые спробы они делают. Читательно заходить новий подрозділ, начинается все оця несконченная круговертие бойових дій и интенсификация. Тобто так, людей в Росії за рахунок створених подрозділів, которые набирают в рамках мобилизации приховано, или за рахунок набора людей на контракт, в подсумках это не изменяет. Людей больше свежих, которые только были мобилизованы с того боку, и поэтому есть вот этот тривальный наступ, который идет месяцами на разных направлениях. Каждый день сейчас на Западе звучат призывы мировых лидеров к другим срочно найти боеприпасы для Украины, возможно даже заменить США в роли главного помощника Украины по боеприпасам. Ну вот вроде бы инициативу чешского президента поддержали, а европейские лидеры нашли деньги вроде бы там на 800 тысяч боеприпасов. Ну пока их нет, пока их не поставили напередок. Многие западные СМИ уже употребляют ситуацию критическую. Как эта ситуация выглядит с боеприпасами просто напередки? Ну тут питание в том, с каким оттенком часу порівнювать. Если порівнювать с травмом 2022 года, ситуация хорошая, потому что на тот момент артиллерия началась лише надходить, радянские запасы тогда уже закончились. Но это, наверное, не тот промежок часу, с которым варто было бы порівнювать войну, когда война, великая война, тривая уже второй год. Если, как войсковы говорят, поганый командир, в котором нема резерву. Тому, конечно, у подразделений есть какие-то НЗ на випадок початку масштабного штурма, но все равно он далекий от того, чтобы, скажем так, снищить цель до того, как начнется штурм. Потому что в любом случае, будь-який штурм – это, прежде всего, подготовка артиллерийская, высушение десь подразделений и так далее. И часто ці дії противника можно зірвать за рахунок того, что знищується артиллерия, которая позволяет ему штурмировать позиции. То есть, сделать превентивные дії для того, чтобы откласти, принаймні, цей штурм. Такой возможности на многих направлениях нема. И доводится саме чекать, и тогда уже використовувати оцей невеличкий запас боеприпасов. Не готовий говорить про співвідношения, но, в принципе, ситуация, вона одномонітна. Радянского – очень мало, Захидного – мало, потребно – больше. И, возможно, воно десь не дійде, враховуючи оголошение про то, что треба, треба, треба. Но, снова же таки, это логистика. Есть какие-то необходимые направления с точки зрения командования, где украинские войсковы намагаются просуваться. Например, тот же Левый берег, Дніпровый, Юнікринок. Там, в очевидении, артиллерийская поддержка тем подразделям, которые перебывают и в отрезе от логистики, им это очень нужно. А другим, как сказал командир в преднем сюжете, а в оброне просто терпишь. И вот доводится просто терпеть. А за счет втрат, конечно. Да, это интересная ситуация, отметить, что украинские военные сейчас постфактом уже реагируют на начало российских штурмов, а не давят зародыши, вот эти штурмы, как ты об этом говорил, контрбатарейной борьбой и так далее. Давай немножко про конфигурацию линии фронта пройдемся. Как бы ты характеризовал ситуацию под Бахмутом сейчас, где ты там в окрестностях города побывал. У агрессора там каждую неделю есть небольшие подвижки под Ивановским и Богдановкой. Это дорога на часы фьяра и не приближается к нему. Насправді, так, российские военные рухаются, но, опять же, это черговый этап тех самых действий, которые российские военные уже делали. Еще, если вспомнить, после захопления Бахмута силами так называемого ПВК «Вагнер», ситуация на поле боя была очень похожа с тем, что сейчас, единственное, что украинские силы, за рахунок наступальных действий под Бахмутом, на певдне, они зарезали фронт и сделали для себя простейшую ситуацию. А если вспомнить, то, что было сразу после захопления Бахмута, российские военные стояли под Иваневским и так же ишли на певночу в сторону часового ярра. Если посмотреть на карту, то часы яр на высотах, то выше и относительно дороги, которая на него ведет. И российским силам это вигодно, их стратегичная цель не изменилась, а украинским военно-вторе от этого не легче. То есть по интенсивности работы артиллерии, я не могу судить про інше, оскільки працювали мы там с аэророзвідниками, и поэтому я просто фізично не мог что-то чути, что-то иное. Складывается вражение, был ясный день, но складывается вражение, что было довольно тихо. Но, снова таки, это могла быть какая-то перерва между штурмами. То есть, потому что військовые украинские постойно пишут и говорят, про то, что ситуация там важка. Ситуация важка, и это не изменяется. Как на всей линии фронта. И вот сегодня, точнее вчера в своем отчете об этом написал Американский институт изучения войны. Сейчас стратегическая инициатива в руках России. Купинско-Кременской фронт более стабильный в плане того, что линия фронта держится, хотя там тоже огромное количество штурмов. Сегодня украинский генштаб сообщил о 20 попытках штурмов Синьковки. Это населенный пункт прямо по Купинску. Там Россия усилилась тоже и стоит ожидать ухудшения или в общем все на таком уровне, как осень. Ну, твои ощущения? Там мы працювали с операторами FPV. И это за отсутствие достатної кількості артиллерии. Это все-таки возможность, это не замена, это возможность хоть как-то впливать на дії російської армії. Там дуже все напружено, артиллерии дуже багато. И причем, оскільки мы працювали с операторами FPV, которые за рахунок своих дронов працюють саме по артиллерии противника. Тобто, лятают в глубокий тил. И очень тяжело снищить, потому что все эти гармати, которые поддерживают эти штурмы, несконченные на Синьковку, они развернуты на тот бек. И они сильно укреплены. Буквально там будуются бункеры под гармату, из которых встречают ли шестволы, которые дают возможность поднять ее выше-нижее, направо-налево. Або там закладывают ее игилками, и дрон в этом плутается. То есть, это все для того, чтобы украинские военности не заважали планам развертать эти наступы, которые там зупиняются дроном, операторами ПТРК, артиллерией, пехотой, минными полями, оскільки это самый дешевший вариант, и там мин, напевно, несконченная кількость, можно все заменовать. Насколько там тяжело, как всюди. То есть, Россия володяю инициативой по всему френту. Можливо, за винятком кринок, но мы не володимем ситуацией, там информации нема, поэтому не можем про это судить. Чи стало важче, тоже не борются судить, потому что провели там один день, то есть, если бы это был неделю, можно было сделать какие-то особистые впечатления про то, как это выглядит протяжем времени. просто тяжело и те же сами операторы, про змученность можно говорить, у них день начинается в досвіде, або треба заехать по ночи на позиции, закінчивается после захода солнца, потреба выехать с позиции так само ночи. И это все повторяется день за днем, день за днем, и единственное, что может изменить плани, это або отсутность дронов, про таке не говорили, потому что все-таки напрямок пріоритетно и важливо впливать на российские силы, або впливает погода. То есть выходные скажем так очень умовные, когда нужно сделать еще какие-то права, або заполнить документы, которые для армии тоже очень властей. Ну и так вопрос о том, насколько FPV могут заменить артиллерию, как мы видим сейчас в контрбатарейной борьбе, в частности научились россияне как-то противостоять украинским операторам FPV-дронов, маскировать, было трудно и труднее поразить. Спасибо большое, Рома. Роман Погулич был рядом со мной в студии, мы вот обсудили Бахмутский участок фронта и Кременской фронт, Рома там совсем недавно побывал. К нам присоединяется военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Иван, здравствуйте, рады вас видеть. Да, здравствуйте, спасибо, что пригласили. Иван сообщил американский институт изучения войны, ну скорее констатировал, наверное, что российская армия взяла стратегическую инициативу на всем театре. Военных действий в Украине вероятно сможет определять время, место и масштаб будущих наступательных операций. По мнению аналитиков такая ситуация продолжится, если Украина будет вести так называемую активную оборону, которую сейчас и ведет. Это позволит армии агрессора маневрировать концентрации резервов и определять, как и куда распределять ресурсы, вынуждая Украину к дальнейшей обороне. То есть, такой замкнутый круг. Они давят, Украина обороняется, а они могут дальше вынуждать Украину к обороне. Ну и, естественно, мы видим сейчас определенные территориальные приобретения, если так можно сказать. У оккупантов снова-таки к западу от Авдеевки было захвачено еще два села. Иван, вы когда слышите эту стратегическую инициативу на всем участке фронта, когда последний раз Россия владела ей, я так понимаю, перед доукраинского контрнаступления 2023 года. Ну и чем это очревато, как думаете, вот такое состояние дел на фронте? Я так понимаю, оно еще бесконечное относительно, да? Конца этого пока не видно. Ну, смотрите, у этой войны есть цикличность. То есть, понятно, что после окончания войны академики, они будут сидеть, они будут рисовать либо в штабах, либо вот ваши коллеги журналистов, журналисты, они будут все рисовать. Но пока я уже вижу вот такую цикличность. Я когда про об этом говорил, российская наступательная операция закончилась в 2023 году весной взятием Бахмута. Это была большая операция, это вагнеровцы, мы видели 25 мая, они вывели свои войска из Бахмута. И вот с июня месяца началась украинская инициатива. Она закончилась в октябре, и вот снова началась российская череда наступлений. Мое внутреннее ожидание, было внутренней оценкой, видение, что середина марта, конец марта, как ни крути, но российская инициатива должна вот, ну не то, чтобы полностью закончиться, но вот на какой-то процент остановиться, вернее уменьшиться, там на 30, 40, на 50, на 70 процентов, но интенсивность должна уменьшиться. но сейчас я уже вижу, что в ход идут другие внешние факторы, это что? Это отсутствие украины боеприпасов, отсутствие серьезного обеспечения, что вынуждает нас сокращать, скажем так, агрессивные наступательные действия, вообще до минимума сводить отстрел боеприпасов артиллерийских, танковых, и это наоборот развязывает руки российской армии, вынуждает, не то, что вынуждает ее, а поощряет, о, у Украины уже нет боеприпасов, даже минимум боеприпасов, поэтому у нас есть окно возможностей, мы можем получить максимальный результат, поэтому двигаемся вперед, остановок не будет, и мы вот видим, как поощряют российских военнослужащих выходом на позиции, они получают 15, ну вернее, вышли на установленные позиции, получают 15 дней отдыха, вышли далеко за установленные позиции, получают 30 дней отдыха, по крайней мере, это им обещают, и мы видим, что сейчас есть такое вот окно возможностей для всяких, для получения орденов, медалей, наград, званий досрочных, а это окно возможностей до президентских выборов Российской Федерации, это 15, 16 и 17 марта, плюс экстра время, это до момента инаугурации, когда вот эти все победы, они будут чрезвычайно актуальны, чрезвычайно важны, и вот с этим связано наступление российской армии, поэтому вот я думаю, что до мая месяца вот это вот продолжительность наступления инициатива российская, но, к сожалению, будет еще иметь место. Ну, в общем, на кураже, можно сказать, уже даже российская армия сейчас, и Герасимов, даже начальник генштаба, приезжал вчера, как сообщалось, в командный пункт 58-й общевойской армии Южного военного округа в Украине, раздавал там награды, жал руки российским оккупантам, ну, так понимаю, это там благодарное за взятие Авдеевки. Дипстейт сообщил сегодня ночью, прямая речь, враг продвинулся возле Орловки, Бердичев и Таненькова, противник оккупировал Степное и Северное, где дальше командование Суфтаврия заявит о подготовленных рубежах обороны. Дипстейт добавляет, что враг пытается давить западнее Авдеевки для того, чтобы выйти на оперативное пространство. Ну, вот мы видим сейчас с момента оккупации города какие продвижения удаются российской армии. В соцсетях уже говорят о развале фронта на этом участке фронта. Как вы считаете, Иван, это так? Ну, подождите, стоп, в соцсети, ну, давай так, у нас в соцсетях были специалисты по коронавирусу и там по всяким внешнеполитическим делам. И вот говорить о том, что развалится фронт, неправильно. Смотрите, нет хорошей жизни украинской армии отступать. Не потому что, ну, давайте отступим. Действительно, не хватает боеприпасов. Очень сильно не хватает. Не хватает техники. Это все есть. Еще раз, Российская Федерация пользуется этим окном возможностей, но там не получается наступать так, как бы они хотели. Они несут колоссальные потери. Российские военкоры это признают. И вот, когда была взята Авдеевка, при всем том шабарше, когда ура, мы взяли, освободили, там руины, освободили людей от жизни, от здоровья, от имущества, от мирной жизни, от всего освободили, конечно, не всяких сомнений. Но российские военкоры, которые, говорят, в теме и в доле, и в материале, они говорят, чему вы радуетесь? Радоваться это нечему. Потери кратны, потерям российской армии в Бахмуте. То есть, в Авдеевке потеряли кратное количество того, что было в Бахмуте. Понятно, что, непонятно, а вот напомнить вашим зрителям, что этот военкор, он буквально через пару дней покончит жизнь самоубийством, потому что его вынудили. И не только он один писал на эту тему. Называлась такая цифра потерь в российской армии. Именно на этом направлении за 4 месяца были такие три цифры. Первая. Эта, которая приведена западными аналитиками, называлась 4000 российских военнослужащих за 4 месяца. То есть, по 1000 в месяц именно только вот на этом направлении. Украинское командование говорило 13000, на секундочку, российский военкор назвал цифру в 16000 российских оккупантов, которые безвозвратно погибли на этом участке за 4 месяца. Это больше, чем за 10 лет Афганистана. На секундочку. Та болезненная история про Афганистан, насколько это было больно. Я даже помню с детства рельгой, воины, афганцы, это настолько больно. Они хотят вспоминать. И там было 15000. Здесь 16000 за 4 месяца. И даже вот остальные продвижения по крынкам, которые там у них, даже не продвижения, а попытки продвижения, они, с одной стороны, отчитываются россияне. Мы там продвинулись, взяли, кстати, Путин уже доложили о том, что крынки были зачищены, показано видео, как два бравых российских солдата вешают свою тряпку с курицей нарисованной. А в то же время наш дрон фиксировал, как эти два военных сразу же сбежали в лесополосу, вернее, то, что от него осталось, после того, как повесили этот флаг, от крынок там нет ничего, но они остаются под контролем украинских вооруженных сил. Еще раз, тут снова российские военкоры даже на этом направлении говорят, хватит рапортовать о пустых победах, их там нету на этом направлении, но все стараются раньше времени доложить, получить расположение высшего начальства, ну и урвать себе какую-то медаль, звание, орден, награду, благодарность. Иван, ну сами вы говорите, да, о том, что складываются обстоятельства не лучшим образом, по крайней мере, сейчас для вооруженных сил Украины, там вот Дипстейт констатирует, что хочет выйти на оперативный простор, армия России западнее Авдеевки, звучит угрожающе, как вы думаете, что это такое за оперативный простор, как они смогут так, докуда дойти, ну и вообще, какой худший сценарий вы видите боевых действий в этом 2024 году, я так понимаю, что американские изучения войны, вот к нему, ну в принципе, его тоже сейчас рассматривают, да, а если Конгресс вообще не одобрится в этом году военной помощи, а европейские партнеры Украины, ну достаточно долго будут искать там артиллерийские снаряды, приедут они, может быть не все, может быть не вовремя, но в общем разные сценарии существуют, вы какой видите самый худший сценарий в этом году? Российская Федерация выходит, ну давайте так, краткосрочный период, Российская Федерация выходит на границу Донецкой области и начинает продвигаться дальше в сторону Запорожской области, города Днепр, город Миллионник, Запорожская область, тоже город Миллионник, Запорожье, ну почти Харьков, просто должны понимать, вот госпожа Устина, народный депутат, она подняла в хорошем смысле панику, что если Российская армия удастся пройти, то следующим будет на очереди город Харьков. Многие, кто подняли ее на смех, кто-то начал издеваться, что зачем, зачем такой негативный сценарий, я абсолютно с ней соглашусь, еще раз, я не являюсь ее фанатом, но вот здесь она говорит правильно, она пытается бить в колокола гораздо раньше, чем придет опасность непосредственно к этому городу, к этим людям, чтобы потом не получить от наших западных друзей такую фразу, господи, военных потерь, кроме потерь территории, это огромнейшая гуманитарная катастрофа, миллионы человек без преувеличения будут внутренне перемещенными людьми, а часть из них уедет за границу, это будет еще больше нагрузка на страны западной Европы, куда они убегут, и женщины, дети, пенсионеры, то есть нужно сейчас включаться максимально, что я вижу как один из вариантов выхода, ну не то, что как один из вариантов, на горизонте могут замаячить переговоры с Российской Федерацией, кому бы как это нравилось, не нравилось, но если у нас не будет боеприпасов, если не будет техники, хочется, не хочется, но придется садиться в стол переговоров с Российской Федерацией, другой вопрос, как заставить их выполнять взятые на себя обязательства, которые они гипотетически возьмут, никто об этом не знает, даже в Западной Европе. Насколько вероятен такой сценарий, как вы считаете, или трудно сейчас прогнозировать, да, потому что Конгресс, это Конгресс, мы уже заметили, американский. Смотрите, мы сейчас с вами рассматриваем негативный сценарий, да, понятно, что для многих ваших зрителей, особенно из Украины, это будет такой микроинсульт, как так, все сыпется, да, и среди моих знакомых тоже такие есть настроения, ну почему же, как же, 22-й год, все было так, ну не то, чтобы хорошо, были позитивы, были надежды на 23-й год, к сожалению, 23-й год не оправдал надежды, это еще раз, не к военной претензии, ни в коем случае, недооценили Российскую Федерацию, где-то, где-то не получили помощь, сейчас мы говорим с вами еще раз о негативных сценариях, которые могут иметь место, мы не живем в розовых очках, мы не смотрим на ситуацию через розовые стекла, пусть лучше мы рассматриваем негативный сценарий, но потом Конгресс проголосует, Сенат доголосует, если не будет необходимость, и мы получим все необходимое вооружение, чтобы отбросить россиян, но сейчас вот такой вот негативный сценарий, это выход на рубежи Донецкой области, продвижение к Днепропетровской области, к Днепру, то есть неприятно никому. На этом фоне собрал президент Франции Манюэль Макрон неформальный саммит, на котором побывало около 20 стран, в частности 15 стран Европейского Союза, приняли участие канцлер Германии Лавшольц, президент Польши Анджей Дуда, Владимир Зеленский включился туда, как вам результаты? Там как раз обсуждали увеличение поставок боеприпасов в Украину. Смотрите, как ни крути, опять же, как ни приятно, да, европейская экономика невероятно большая, это титан, все экономики собрать, это титан, это просто глыба, но в военном смысле, к сожалению, это пигмей, вот нужно это признать. В то же время, Российская Федерация вместе с Северной Кореей, с Ираном, это экономические пигмеи, но военные титаны, к сожалению, гиганты, это нужно признать. Северная Корея продолжает, извините за жаргон, просто клепать снаряды, вот просто день и ночь, Южно-корейская разведка об этом сообщает, отдельные предприятия работают 24 на 7, отдельные, там только на 30% загружены, но есть чем Российской Федерации воевать, обеспечит ее снарядами, да, она обрезает социальные программы в Российской Федерации, экологические, здравоохранение, ветхое жилье, все это обрезает, все для войны, но пока российские граждане не восстают, не протестуют, и, к сожалению, мы в этом проиграем. Европа, опять же, к сожалению, не может быстро разогнать свой ВПК, да, Германия, огромное мое уважение, респект, помощи, которую мы получаем, мы невероятно благодарны, я в каждом эфире это подчеркиваю, и мы вспомним, как начиналась эта помощь, 10 тысяч шлемов для Украины, для военнослужащих, и не шлемом больше, то сейчас мы уже имеем порядка 17,7 миллиардов евро, которые Германия выделила Украине, это машины для разминирования, это танки, снаряды для танков, снаряды для артиллерии, это патриоты, это противовоздушно-оборонные гепарды, это просто разнообразнейшая вариация номенклатуры разной техники, Франция, которая понимает уже, она говорит, мы тоже будем вкладываться в оборону и в развитие ВПК, мы уменьшили время производства артиллерийских установок Цезарь с 30 месяцев до 15 месяцев, мы будем обеспечить Украину снарядами, называлась цифра, 3000 снарядов в месяц, но давайте будем искренни, это буквально на полтора дня боевых действий, то есть то, что предлагает нам в месяц, это на полтора дня, окей, на два можем дня растянуть, но не больше, ракеты дальнего радиуса действия, это Скальп, там называлась цифра порядка 30 ракет, ну, это нужно, это важно, но, к сожалению, этого мало для того, чтобы сейчас преломить ситуацию и хотя бы остановить Российскую Федерацию. Странное достаточно заявление прозвучало от Эммуниеля Макрона, по результатам вот этого саммита, он сообщил о том, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран Украины, но присутствующие не пришли к консенсусу по этому вопросу, там целая волна комментариев поднялась в европейских столицах, опроверг это и канцлер Германии, Олаф Шольц и президент Польши, Анжей Дуда, и в Швеции поспешили опровергнуть вот такое вот заявление, но, тем не менее, я так понимаю, это действительно обсуждалось, наверное, на таком уровне случайных заявлений не звучит, тем более из уст Макрона. Зачем такая идея? Это действительно от беспомощности в плане оружия, как вы думаете, обсуждалось это на саммите европейских лидеров? Я могу представить, как это было, это было в виде предложения, вот они себя за столом, а как насчет, вот давайте отправим людей туда, ну и вот там началась дискуссия, на которой, больше чем уверен, сразу же была прекращена, потому что ни под каким соусом иностранные войска не могут быть отправлены в Украину. Тут давайте даже так банально, просто вот Францию, если взять и рассматривать, я не представляю себе, каким образом президент Французской Республики сможет пояснить жителям, не знаю, там, жителям Марселя, Сент-Тропе, не знаю, Леона, что завтра они должны собраться и полететь, не знаю, там, 5, 10, 50 тысяч человек в район Крынок, что такое Крынки, что такое Херсонская область, что такое Украина, и воевать против российских оккупантов, то есть, ну, я в это не верю. Для нас очень важно, это материальная помощь, это непосредственно вооружение, которое должно производиться, за которое мы безмерно благодарны, и оно нам крайне необходимо. Так а зачем это прозвучало, как вы думаете, такая вещь? Прозвучало, как предложение, просто я знаю, как бывают такие вещи, когда собираются с столом, а может быть вот это, там, сели, 5 минут пообсуждали, не, это ерундовая идея, выбрасываем ее, но она стала известна журналистам и вот попала в такой открытый доступ. Как вы думаете, это не поможет каким-то образом, ну, в Европе, чтобы население европейских стран немножко больше внимания обращало на то, что происходит сейчас в самой Украине, ну, вот такие вот, свою рубашку начали трогать, можно сказать, трогать европейскую? Ну, я не думаю, что это поможет, потому что, давайте так, будем искренне, я прекрасно понимаю, что для 98% жителей Европы, простых, Украина это что-то такое далекое, где-то там что-то, какая-то Авдеевка, какой-то Бахмут, что это, где она находится, никто не знает, у них свои проблемы, там есть коронавирус, там есть вот летний сезон, да, для политиков, которые занимаются военным делом, для них это острая проблема, они понимают, что нужно инвестировать, потому что рано или поздно можно ожидать проблемы со стороны Российской Федерации для всех, для стран Балтии, для Германии, со стороны Балтийского моря, для Скандинавии, и это пока что большая проблема для политиков, еще раз, и для военных. Насколько я знаю, часть европейского общества, оно разрозненно и ведет такой обособленный образ жизни, старается не думать о войне, о каких-то внешних проблемах, какие-то завоевания, захватах, то есть их эта проблема, к сожалению, даже не то, что к сожалению, просто не касается. Спасибо большое, что разъяснили нам Иван. Иван Ступак с нами был, военно-аналитик Украинского института будущего. К нам присоединяется Надежда Ковалли, преподаватель Киевской школы экономики, эксперт-международник. Надежда, здравствуйте. Добрый день. Надежда, как вы поясните, ну, такую инициативность, мне ли, Макрона, собрал он такой саммит, достаточно масштабный, и приняты, вроде бы, даже там такие определенные решения. Как вы объясняете, в чем заинтересована Франция? Ну, власне, Франция традиционно в Европейском Союзе є державою, яка хочет поселить его политичную и воинскую автономность, яка хочет сделать Европу стратегическим гравцем. И сейчас, когда война с Россией находится в такой очень-очень критической точке, когда уже, фактически, из последних сил мы пытаемся все-таки отримать от Американского Конгресса эту желанную воинскую помощь, и даже, если мы ее получаем, все-таки, надеемся, что мы ее получаем, очень хорошо видно, что залучение Соединенных Штатов до европейской безопасности воно потроху начинает слабнуть. И, соответственно, Эммануэль Макрон начинает перебирать на себя певный лидерство в этом вопросе. Для этого он, власне, скликал этот саммит, на котором и другие посадовцы из разных стран думали, каким образом они могут поселить свою безопасность, каким образом они могут помогать Украине и, соответственно, помогать себе. Надежда, какие выгоды политические, конкретно, может быть, финансовые для Парижа? Вот вы говорите, свою стратегическую автономию хочет Франция повысить. А зачем? Чем это выгодно этой стране? Ну, тут есть несколько уровней выгод, про которые можно говорить. Если вы начали с экономических выгод, то Франция это государство, которая имеет очень мощную военно-промисловие. Ей, конечно, выгодно, чтобы ее военно-промисловие были завантажены, чтобы она была постачальником не только снарядов, но и даже гаубиц, литоков военно-промисловие, чего завгодно до других стран. Мы мали певну проблему с Францией в 2023 году, оскільки Франция не поддерживала закупку снарядов для артиллерии в государство поза Европейским Союзом. Вона хотела завантажить европейские производства. Но, что примитно, на этом саммите они не отчетали логики и они погодили на честный план, что терминово треба власне профинансировать эту честную идею закупить величезную кількість снарядов для армии в третьих странах, потому что власне на весну 2024 года Европейский Союз смог поставить только третину того, что он обещал и нет возможности поставить эти снаряды. Но, в довшой перспективе это конечно вигодно для европейской обороны промисловой в коротшей перспективе тут все таки зважуются безопасные риски, насколько мы видим, насколько агрессивна Российская Федерация, насколько сильно она хочет продолжить эту войну, насколько она говорит расширение и не только говорит о театре военных дей и соответственно в европейских лидерах, которые в принципе закидали много протягом минулого року идей, что возможно мы остановимся на каком-то перемирии, на каком-то промежном решении. Они начинают понимать, что нужно усиливать свой вклад в войну, нужно больше потребовать в Украину, посмотрим, как далеко это зайдет, пока что это саммит, пока что это собственные обещания, но что-то начинает рухаться. Вот это заявление касательно отправки войск в Украину, прямая речь, мы это обсудили, сейчас консенсуса по отправке войск нет, но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать, мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Это продуманное заявление, как вы думаете, от Абсолютно продуманная заявка, Макрон хочет иметь лидерство, он делает подтверждение, скажем так, на грани с провокацией, поэтому, как мы видим, по реакциях других стран много кто был до этого не готов. Багато партнеров начали быстро говорить о нет, мы сейчас не готовы для того, чтобы отправлять свои войска, есть купа лучших способов помогти Украине, у них сейчас другие потреби и такие подобные речи. Но тут важно, что такая риторика расширяет межу возможного, и она как бы увеличивает залученность, интерес, и как бы более четко показывает зацикавленность соответствующих политических эллит в том, чтобы помогать и в том, чтобы делать жесты, которые будут иметь значение. То есть, по реакции мы видим, что, швидше за все, ближайшим временем не будет никаких войск. Власне, ни Украина не работала такого запада, ни большинство партнеров этого не поддерживает. Но есть широкий запад на то, чтобы поселить свое залучение, поселить каким-то причином свою присутность через какие-то менее драстичные для других партнеров новые активности, как поставление тех самих снарядов, как помощь сразуменованию деокупованных территорий и подобных вещей. Но, как-то так пока что. Припугнул, в общем, Эммануэль, можно сказать, европейских лидеров и европейское население. Надежда, последний вопрос у нас с вами осталось буквально полторы минутки. А французы как относятся к таким инициативам Эммануэля Макрона? Вообще, они понимают ли необходимость помощи Украине? Следите за этим. Ну, власне, что интересно, Франция это одна из стран, как с самого начала вторгнения. Там был достаточно сильный тиск общественной думки за то, что нужно помогать Украине. Если вы помните, на початку вторгнения и перед вторгнением кілька месяцев до Еммануэль Макрон и еще некоторые европейские коллеги очень активно инвестировали не в помощь Украине, а в попытку решить конфликт дипломатичным шляхом с Владимиром с Владимиром Путином сначала чтобы он не нападал, а потом чтобы остановился. И, власне, тиск французского и не только французского общества в этом контексте был очень важным украинской позиции. слышно очень мало. Моя коллега Валентина Левицкая поискала информацию о пленных военнослужащих российской армии, которые возвращаются в Россию по обмену, о том, что с ними дальше происходит. Валя, привет. Привет. Скольких вообще людей с начала года обменяли и кто они? Есть ли информация о россиянах? С начала года за эти два месяца произошло уже три обмена. 3-го, 31-го января и 8-го февраля за эти три дня в Украину вернулись 537 военнослужащих, а в Россию 543. И если украинцы обменивали рядовых сержантов, офицеров из ВСУ, Насгвардии, Тиробороны, в том числе защитников Мариуполя и Азовстали, то россияне забрали тех людей, которые были набраны в колониях и в тюрьмах, то есть бывших заключенных. Например, только во время одного из обменов 3-го января в Россию забрали 180 бывших зэков, это 73 процента от всего количества обмененных в тот день. И в другие дни ситуация такая же. И среди тех, кого захотела вернуть Россия, это люди многократно судимые и осужденные за убийства, грабежи и другие особо тяжкие преступления. Я предлагаю посмотреть на этих людей и послушать, что они говорят. бывшие заключенные прошу поднять руки. Попрошу вас на камеру представиться фамилиями отчества, дата рождения и статья, по которой были осуждены. Шадрин Андрей Владимирович, 06-08-91 года. Осужден по статье 105-й части 2-й. Сколько лет? 18 лет строгого режима. Кого убили? Двоих человек. Это люди, которые подписали контракты в обмен на помилование. В проекте наш выход, который создали россиянки, живущие в Украине и помогающие в розыске военнопленных, утверждает, что Украина предлагала другой список российских военнопленных на обмен обычных контрактников и мобилизованных, но Россия настояла, чтобы освободили именно бывших заключенных. Есть какое-то объяснение, почему Россия хочет именно их забрать? Российские правозащитники считают, что бывшие заключенные более бесправны, их легче снова отправить на фронт, на те самые местные штурмы, где очень многие люди погибнут, и что у таких людей меньше связи со своими семьями, их либо нет у них родственников, либо родственники с ними потеряли связь, то есть никто не будет поднимать шум, если такой человек погибнет. А глава правозащитного проекта «Русь сидящая» Ольга Романова добавляет к этому, что российских зэков вербовали на таких условиях, что полгода он служит, потом, если он возвращается домой живой, то с него снимается судимость и помилование. Но если зэк попадает в плен, то тогда ему вот эти дни плена не засчитываются в службу, а значит, после возвращения из плена его действительно легко снова отправить назад, чтобы, так сказать, смывал вину кровью. Но в последнее время в российских же пабликах очень много уже жалоб на то, что и бывшим заключенным говорят, что вы теперь не будете, не будет вам помилования, будет только условно-досрочное освобождение и будете служить так же, как другие контрактники, то есть до окончания так называемой СВО. Валя, ну а кто формирует списки на обмен с российской стороны? Кто решает, кого менять? Как это происходит? Правозащитники говорят, что они сами пока еще не понимают вот эту схему, как формируются вот эти списки и кто на самом деле решает вот перечень каких людей будут обменены. И есть такая версия, что как раз в этот обмен попадают люди, за кого больше и громче хлопочут родственники, либо же какие-то влиятельные люди, например, какие-то местные депутаты из регионов. А те, за кого никто не просит или слабо просят, они могут сидеть в плену буквально два года. Вот как рассказали военнопленные украинскому журналисту Дмитрию Карпенко, который документирует обмены, сейчас вместе с ними отбывают наказание и те, кто буквально уже был с начала полномасштабного вторжения захвачен в плен. Но также были и люди, которые не просидели и месяца и их внесли в списки на обмен. И, кстати, как утверждает Дмитрий Карпенко, украинцев, которые переходят на сторону врага и воюют в российской армии либо же помогают россиянам, попасть в эти списки шансы весьма невелики. Предлагаю послушать. Категории таких осужденных как коллаборанты, сепаратисты, корректировщики, наводчики, они вообще РФ не рассматриваются. Их более тысячи, они все изъявили желание быть обменены. РФ их не забирает. РФ не забирает тех, кто помогал им. Это различные гражданские, которые тоже находятся, ну назовем это так, в плену или задержаны. Их тоже более 500 человек. Ну и мы видели, как встречали, встречают украинских военных, освобожденных из плена, как героев. Что с бывшими российскими? Ну кроме зэков, которых ты говоришь, их могут заставить вернуться на фронт. А остальные, они как-то, ну гордиться ими Россия или нет? Показывают, конечно же, что их встречают тоже как героев. Но сами освобожденные, обмененные рассказывали в интервью СМИ, причем украинским журналистам, которые поддерживают с ними связь даже онлайн, рассказывали о том, что по прибытию, как только они пересекают границу, им выдают новую военную форму, кнопочные мобильные телефоны и временные сим-карты, которые действуют до 10 дней. Таким образом, они не могут выйти в соцсети и написать родным или позвонить по защищенным каналам родным. А все то, что они скажут в телефонных звонках по кнопочным телефонам, тем более, когда номера известны спецслужбам, то это легко прослушивается. После этого, если кто-то ранен, его везут в госпиталь на лечение, а остальных везут в воинские части, где они не имеют никакой связи со своими родственниками и держат там от двух недель до месяца, где с ними проводят так называемую работу, а проще говоря, допросы, ФСБ и Следственный комитет, причем применяют и детектор лжи. Они пытаются выяснить, не были ли эти люди завербованы украинскими спецслужбами. А после этого судьба складывается по-разному. Если люди по состоянию здоровья уже совсем не могут воевать, то их могут отпустить домой и демобилизовать, а тех, кто еще в состоянии, то их отправляют очень часто после короткого от отпуска неделя-две отправляют обратно на фронт, причем, как сами же рассказывают эти военные, часто под конвоем, потому что многие пытаются бежать или даже бегут, предпочитая сесть в тюрьму за дезертирство, а не попасть снова на фронт. И я предлагаю послушать маленький отрывок такого рассказа. У нас повезли сразу на передовую, то есть саму бригаду мы даже не заезжали. Нас под конвоем вывезли на передовую, под конвоем, под... А зачем вы нас конвоировали? Чтобы избежали. Вы же не зэки. Не зэки. А вы избежали? И, конечно, что думать-то? Ну вот так, подозрение. Это лейтмотив того, как Россия относится к своим освобожденным оккупантам в рамках обмена. Валя, спасибо тебе огромное. Валентина Левицкая была в нашем эфире. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Спасибо, что провели с нами этот час. Больше в интернете, на сайте Украинской службы Радио Свободы, во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас в Ютюбе и ставьте лайк этому видео, если хотите сказать спасибо нашей команде. Удачи, до завтра.